Медленно, но верно, дорога привела меня на армейские склады. В конце прошлой серии я помог свободовцам отбить волну мутантов на барьере, после чего, получив благодарность и переход на радар, отправляюсь на базу свободы, где мне предстоит взять множество квестов. Не забывайте подписываться на канал, если вы ещё этого не сделали, буду благодарен вашим лайком под видео, приятного аппетита и приятного просмотра. Давно искали, где поиграть в Сталкер с друзьями и прочувствовать всю атмосферу? Тогда вам на Мистериус Зон. Это отличный РП-проект, базирующийся в игре Гаррис Мод для фанатов вселенной. Чтобы начать играть, вам нужно иметь игру Гаррис Мод и пройти тест по знанию вселенной Сталкера и нашим правилам. Адекватная администрация и множество разнообразных серверов с интересными картами не дадут тебе заскучать. Также у нас есть свой Дискорд-сервер, где ты сможешь найти новые знакомства и наслаждаться игрой, ведь это то, что многие искали. Брось вызов коварной зоне отчуждения на Мистериус Зон. Ссылка в описании. В общем, ситуация случилась довольно неприятная. Под прошлой серией мне написали, что это метка. А где она? Был три патрона, правильно? А где они теперь? Что, в метку уже превратились? Странно, нет, они просто исчезли. Я не помню, куда я их делал. Помните, вчера я рассказывал вот что-то странные три патрона, которые не стакались. Это была метка, и она пропала. Ну, почему? Наверное, сейчас будет превращаться в обычный... А, или я отгрузился. А, я отгрузился еще до этого момента. Или нет? Рюкзак с гаражами. Приховав хабарок. Просто в какой момент я подобрал эти три патрона, я не очень понимаю. Так, а что это, твой тайник, что ли, сейчас на развилке? Ага. Вот я теперь не помню, как оно было. По идее, этот же сейф в конце. Так, вот я загрузил 1400 сейф. Смотрим в адвентарь. Ну, ничего нет. И отметки нет. То есть мне придется загружать... А я-то сохранялся с теми десятью патронами, я же их не выкидывал. Значит, мне придется отгружаться до штурма. Ну, ведь, я не знаю, может метка в переработку пошла. Типа, три патрона исчезли, и вот через там какое-то время они в метку превратятся. Но пока их нет. Не знаю, как это работает. Но я не уверен. Придется переигрывать. Минус в том, что я, наверное, теперь не выбью тайник на янтаре. Он наверняка был очень вкусный. На 399 сейф отгрузился. Да, ничего нет. Эх, сидим. В общем-то, я могу допустить возможность, чтобы померло побольше свободовцев. Как бы это сейчас не звучало грубо, но... ПДАшники с информацией... Это очень полезно. Видимо, что контролера надо вынести, потому что он меня бесит этими своими приколами. Не понял. Где он? Не пойму. Йоу, три из-за скелетника соводоваться. Выглядит внушающе. Меня пытается колдовать контролер, но я не понимаю, где он. О, наши, походу, замочили его. Ну и ладно. Он его ножом добивает, смотри. Свободовец забивает зомби ножом. Вы такое видели когда-нибудь? Не, это круто. Ну, типа, по сути, так и надо делать. Зачем тратить патрона на лежащего зомби, если можно его дотыкать ножом? Логично. Короче, в этот раз никто не помирает. Никакого у меня-то я никогда не выйдет на янтаре. Как так? В прошлый раз я, наоборот, всех мочил. И все равно куча свободовцев помнила. В этот раз я вообще не трогаю зомби. Свободовцы все живее всех живых. Ты куда вообще стреляешь? А, там химер напала. О, поминус свободовец. Хлопнула. Артефакт. Патроны. Вообще, было бы у меня миллион свободного времени, я бы, наверное, обузил. Конечно. Там постоянно перезагружался. Пока не выбью лучший исход. Понимаете, да? Но я этим не буду заниматься. Слишком геморно. И отнимет кучу времени. В конце концов, зона мне иногда дает подарки. Да, вот как тогда мне кристально колючко выпало. Давай пока маску претру, а то вообще неприятно. Химера когтями изнасиловала, что... Айс, айс, полосовало. Слепой. Ну, дальше-то что? Дело-то в том, что там часть зомби ушло. Кстати, у него какой был слизь? Четвертого разряда. Представляешь, новый слизь. Недурно. Да, еще и артефакт же в прошлый раз нашел. Нет, ну а что прикажете делать? Бюреры приперлись на этот раз. Вы что? А, свободу вообще все равно, если честно. Вау, нет, не все равно. В общем-то, все. Похоже, всех припечатали, как по мне, на сегодня достаточно. Спасибо за помощь. Как тебя, кстати? Мечен. То же самое рассказываем. Далее про грузовик. Скидывай наводку, буду на радаре, погляжу, где там и что. Получена наводка на тайник. Почти всех поперебили. Сейчас опять бюреры заспавнились. Я собрал 4 ПДА. В одном был тайник в Лиманске. Вот. Еще один был без тайника и два разряженных. Что это за место? Барьер, буфер, ну и так далее. Он рассказывает, ну то, что, в принципе, ничего особого. Про идеологию, что ли, свободу вскоро рассказывает. Про долг что-то говорит. То есть ничего такого интересного. Работы нет. Ну, вроде как так. Нормально, конечно, толком никого на блокпосте не осталось. Теперь это жесть. Всех поперемочило. Ну, вот так. По идее, теперь мне нужно на базу перец. Мэйдэй. Источник сигнала на армейских складах возле базы свободы умирающий. Каву? Какой умирающий? Так что у меня все оружие заберут, да? Надо разрядить на всякий случай. Сотню патрончиков для западных пукалок. Забери. Нож, прицел тоже забрал. А прицел-то зачем? И глушитель. Не межуйся. У нас как в аптеке. Что сдал, то и поучишь. Проходи, отдыхай, общайся. Ладно. Что будем делать? Наверное, пойдем попробуем поговорить. Только перед этим сохранимся. Можно шлем снять, кстати? А, можно, но темно. Четыре утра, хотя, уже должно расцветать. А где Макс? Ну, наверное, где-то ходит, бродит. Может, спит ночью. Просто я точно помню, у него был квест, который неплохо было бы взять. Это что за фигня? Ящик в воздухе висит. Да, ну и дела. Я спокойно прошел. Ну, там ничего такого нет, да? Автоматов по краю беру не видно никаких. Вообще, мне бы поспать до утра уж. И поспал с артефактом на поясе. Молодец. Пойдем посмотрю, что можно сказать главному по поводу просьбы о деликатесах. Мне недавно удалось побывать в кишке у охотников. Поговорил я по поводу вашего снабжения их колбаски. В общем, согласны они. Я уже и забыл. За полста колбас пару штук в валюте хотят. Или эквивалент артефактами. Ну, нифига ж себе. Две тонны зелени за вонючие отбросы. Совсем мне там нюх потеряли. Черт знает что. Людям жрать нечего. А эти? Ладно, я понял. Спасибо тебе за добрые вести. Нужно, видимо, уполномоченного туда послать. Так и что, это все? Чего? А, ты хочешь поучить немеренных абора за свои разговоры? Уж извиняй. Бананив. Нема. Ладно, не пучь глаза. Вот, держи потрошку в горсть. Больше ничем помочь не смогу. Да, работа еще есть какая-то? Нет. Это до сих пор тут сидит, молится. А где Макс? Когда его нет, я переживаю. Вдруг он помер. С другой стороны, время сколько? 5.20. Он, наверное, спит где-то. Здорово, повар. Чего себе заперто? Вы тут чего? И холодильник заперт. Доброе дело сделаешь? Смотря какое дело. Да плевая. Тут у нас недалеко на болотце сидит дурик один. Немного тронутый. Но мы его не обижаем. А наоборот даже подкармливаем. Пить, есть, приносим. Он хоть и не в себе, но исправимо отстреливает монстров. Дело тоже полезное. Так вот, сходи к нему, отнеси ему похавать. Я тебе кое-какой жратвы тоже подкину, чтобы уж не за так идти. Давай схожу. Растут рядом совсем. Вот и хорошо. Держи. Только там мины и радиация. Так ты поаккуратнее. Краем болота проходи. Так я знал, что подстава. Не знаешь, где здесь можно рожиться с снаряжением? С поряжением? Не, никаких поряжений. Хочешь нож? Не. Ага. А нафига? Не напрягайся. Давай, садись. Покурим, поговорим про это. Этих. Смотрят морды. С артефактами тут как? Такий вопрос. Артефакты выше крыши. Не суетись, не напрягайся. Понятно. А что вообще вокруг? Ну, что ну? Рожи страшные. Рылы сидят, скалятся. Рожи? Где? А? Ща, подумаю. Оно тебе надо. Расслабься. Энергетика хватаней, что ли? Протрезвеешь? Лады. Вот сейчас посидим. Вот я тебе по гроб жизни. Понятно. Ты сам кто будешь? Я? Да. Я фантастиш. Ну, я еду готовлю. Повар. Мастер ножа и приправ. Петрушка там. Укроп, зелень всякая. Ну, трава в общем. Хлеб тоже. Ага. Ясно. А еще консервы бывают. Сгущенка, тушенка. Быки в помидорах. Да. Я понял. Батон, кепчук. Яйца, хлеб, батон, сыр. Сосиска. Все, я понял. Скажи хоть, как тебя зовут? А, Славик меня зовут. Это так, за этикетку. Не, за передник. Есть у меня передник белый. А вообще, да. Ты садись с ним, а я чись. А то еще снайпер как подстрелит. Они, знаешь. Да, такие они. Что это за место? Место? Местечко? Да ничего себе местечко. Черти оседлости. Э. А все-таки? Да ну, ну и вопрос создаешь. Добрый пришелец. А если по сути? Да расслабься. Нормальное место, спокойное. Все ништяк. Человек я прохожий. А, это ты, в общем. То есть. Ну да, тут опять-то диалог странный. Про лабиринты что-нибудь знаешь? А? Кэпс Барье рассказал, что ты что-то говорил про это. А че я говорил? Когда? Башка не соображает. Может ромашку накатишь и сразу вспомнишь? А, это да. Это дело хорошо голову правит. Тогда ты начисляешь. Ну на вот, только не нагружайся сильно. За меня не боись. А ты что, не будешь? Ну как хочешь. Мы не гордые. Можем и в одну харю. Эх. Это, че ты там говорил? Я говорю, про лабиринты расскажи. А я че? Мужики ходили. Ну, наши. Которые в чащу путь искали. В обход долгарей, чтобы. Ну? Че ну? Не напряг. Погоди, налью еще. Ты наливай. Да про рассказ не забывай. Эх. Ну вот. Ходили там, ходили. Да ничего не выходили. Не смогли попасть к центру. Этого лабиринта, значит. А к ночи уж возвращаться надо. Там время знаешь, как летит. Я с такой скоростью не пью. Как там время летит. И как они только могли там вспомнить, что давно все уже забыли. Что вспомнил? Кто? Да тебе не надо знать. Сто лет не вспоминали. Уже и парней этих давно нет. Кто знал? А они, видишь ли, вспомнили вдруг. Именно там им в бошку стрельнуло. Сразу сорвались и прибежали. И давай трясти меня. Кто до что. Ах. Все это дело прошлое. Забудь. Не понял. Они там что-то вдруг вспомнили? Да тебе и понимать не надо. Не твое это дело. Я им тоже. Не было ничего. Знать не знаю. Обкурились. Или пока их там кидало от центра, у самих в башке заклинило. Отстали вроде от меня. Ну и ты не спрашивай. Не было ничего. Ладно. А зачем им нужно было именно к центру лабиринта? А? Ты не знаешь что ли? Артефакты особенные там можно найти. Маятники. А может и не найти. Может варить их там надо. В смысле рецепт есть на эти маятники? Или ты про сами маятники знаешь? Чё, думаешь раз повар твои рецепты все знают? Не, не знаю. Как больше варить знаю. Антрикоты. Вот. Из котов. Тоже знаю. Но говорили, что есть вроде рецепт. А самих маятников я в глаза не видел. Ну ты не тормози. Доставай еще. Погоди ты. Сейчас нагрузишься и вообще все забудешь. Так знаешь что-нибудь про рецепты на такие арты? Или нет? Не знаю я ничего. В баре какой-то умник знает. Вроде. А может и не в баре. Как его? Кто? А, я же не знаю там никого. Чё-то рассказывали, что рецепт у кого-то брали. Говорили, мужик там есть. К батанам шатается часто. А зачем он к батанам часто ходит? Так арты сдает, наверное. Зачем еще? Или от них берет и барыжит. Мне как-то это... Ну да. Куда не посмотришь, все в зоне вокруг этого и крутится. Только кто-то идеей прикрывается. А кто-то наукой. Чё? Ну и можно с ним просто выпить. Видимо, чтобы выудить инфу про кейс. Ну, давай что ли дёрнем, а? Не вопрос, наливай. Хлопнули. Ух, хорошо пошла. Держи бутылку. Там еще чего-то осталось? Не? Вот ведь. Ну что, еще стопочку? Эх, кайф. Жаль, бутылку уже уговорилась. Еще есть? Есть. Ты не слышал? Не появлялся тут один человек с приметным таким металлическим кейсом. Ты вообще куда клонишь, мэн? Чтобы я, чтобы тебе взял всю подноготную? Да ты за кого меня держишь? Спокойнее. Я не знал, что это настолько серьезно. Мало ли кто тут и зачем. Понял? Ты кто вообще такой, а? В первый раз тебя вижу. Да брось ты, я просто спросил. Тсс. И осторожнее с такими вопросами. Понял? Заметано. Держи еще стопку. Ловко ты. Раз и новая бутылка. У тебя там склад что ли? Ты это, пей, пей. У меня давненько практик не было. За нашу победу. Вооот. Эх, хорошо сидим. Да, за нашу победу. Давай, давай. Ну давай. Четыре бутылки опрокинули. Я тут это, слышал, к вам ходит человек один, типа с бара, что-то таскает. Ты не видел, а? Ну, очень нужен, а? Ну, намекни одним. Чего? Ты это, сходи к... Как же там, забыл. А чего ты спрашивал? Дипломат. Чемодан, типа, мне бы нужен. Не, это же эти. Вот все, что хочешь, друг. А это нельзя, вот. Ну не можно. Да ладно, я просто спросил. Это последнее я не осилю больше. Ты чё, давай её сюда. Давай. Как оно в тебя лезет? Вааай. До дна. Чемодан. Чего? А, так это, в деревне он. Этот, который, ну, с нашим калифан. А эти дятлы, кровосос чудовища эти. Ну, там где-то, в этой деревне, сожрали. Ну, все там будем. А чемодан, тоже там его потеряли. Да? Ну, это болваны. Будь здоров. Ай, в смысле? А, он спать лёг. Подожди, ты покушай. Это раз. Энергетик надо бахнуть. Два. Куда он пошёл-то? ХП-шку надо потрогенить. Он спать, что ли? Ага. Ну, ладно. Пошуровали, значит. Макс. А почему-то я с ним не могу поговорить. Ну, то есть он мне раньше давал квест, сейчас не даёт. Странно. В итоге я поспал до 14.56. Представляешь? Набухал меня, гад. Спал я в итоге кучу времени. Так, ну что, квест берём-то на кровососов. Берусь. Вот и хорошо. Если что ещё найдёшь, так ты тащи. Возьму по хорошей цене. Ну, может, ПДА какую или записочку ненароком найдёшь. Ты работу обеспечиваешь? Пока нет. Народ с барьером просит патронов подкинуть. Хм. А с патронами-то беда заканчивается. У них там больше под 5.56 оружия. А здесь на складах только как оцинки. Сидор обещал подкинуть ящик другой. Но нужно к нему курьер найти. Я ему обещал редкий артефакт. Пусть загонит. А нам патроны. Может, смотаешься? Да не за просто так. Тут ко мне со всех сторон свельд не стекаются. Есть несколько необычных рецептиков, если интересует. Могу и товаром отблагодарить. На крайняк деньжат подкинуть. Ладно, давай. Собирался я туда. Пока, подожди, я не буду брать, потому что, смотри. Он мне дат сейчас ящик, скорее всего, 12 килограммовый с артефактом. А я и так перегружен. Ну как, я не то чтобы перегружен, но 58 из 82, даже если поставлю, это 98. А мне еще ребята посоветовали смотаться на радар за тем тайником, который я уже забыл, где находится. Не знаю, почему, сказали, сходи. Сразу возьми, типа можно. А что, я еще и с ящиком буду идти? Артефакт второго уровня и три дня можешь не беспокоиться. А почему тогда слезняк? О, смотри, что у него есть, кстати. Прикол. Слизняк или колючка, вот он забирает. Но у меня нет арта второго уровня, кстати. То есть я ему ничего не могу дать за хранилище. Поэтому как бы получается, как получается. Даже если я пойду туда-сюда. В общем-то мне может и не надо сюда возвращаться в итоге будет? А, мне нет водки, чтобы поговорить с этим. А, есть. Тут должен быть вроде человек, с которым я должен поговорить. Дать ему водку и он мне что-то тоже должен был дать. Ременобор вроде. Я меченый. Есть заветное, держи. Набор риф. Во! Тут у меня типа огнемет. Что скажешь, воскресить реально? Опа. Я думал, такие уже никто не пользует. А, так он того, сломан. Мать, да. Шланг перебит. Ого. И тут тоже сломано. Что за хрень? Его по всем аномалиям протащили, что ли? И левухи, мера жрала, досрыгнула. Короче, меченый. Работы тут хватит. А работа вещь такая, неблагодарная. Так что с тебя причитаться будет. Ну и запчасти, само собой. Давай с тобой списочек деталей для починки набросаем. Так, кое-что у меня тут есть. Кое-что у ребят, поспрашиваю. Такс, смотри, что выходит. Да, придется тебе побегать за запчастями. Побегать, говоришь? Ладно, не привыкать. Говори, что тебе там надо. Вау. Такс, ну, примерно список. Во-первых, артефакт нужен. Огненный шар называется. Тут паясь, не перепаясь, сколько дыр. Обычным паяльником работаю до зимы. А с артефактами, тем я побыстрее все сварю. Есть у меня способ хороший. Во-вторых, трубки. Те, что на нем сейчас стоят, предназначены для поливки огурцов. Но никак не для провода горючей смеси. Так что раздобудь трубку какую-нибудь подходящую. Могу посоветовать к Сидоровичу зайти. Ему вечно молодняк всяких лам со свалки таскает. Может, у него и найдется. Привет ему, передай. Возможно, по старой дружбе и найдет для меня чего. В-третьих, манометр. Датчик давления для непонятливых. Тутошний вообще отхреначен. Видимо, консервы им открывали. Оригиналы, что бы их. Вот давай теперь подорвись и найди мне его. Советую на агропроме поискать. А мне и типа, как бы. Может, там и валяется где. В-четвертых, горелка. Без нее никак. Кто тутошнюю погрыз, загадка. Словно бюрор в зубы запихали. Горелку можно у наших поспрашивать. Да только хрен кто ее отдаст. На ней хорошо колбасу коптить. Ну, если только ты тут по-тихому в бараках не поищешь. Правда, есть вариант вернее. Сгоняй к бармену. Вот кто у нас кладезь херовни всякой. Выпроси какую-нибудь, хеп. Выпроси какую-нибудь. Я прилажу, все нормально будет. Только не говори для кого, а то долго еще стукнет, что я тут химичу. Тут же прискачутся с облавой. А оно нам надо? Ну и самое важное в любом механизме смазка. То есть спирт. Детальки отполировать. И себе внутрь задолкировать. Смекаешь? Найди мне водочки, а? На трезвую голову что-то неохота мне это мастерить все. Работы тут много. Так что давай бутылочек эдак 5. Нет, 7. Стоп, давай 10. Мало ли, на детали не останется. Все, давай, собирай. Ты же сталкер, братуха. Я в тебя верю. Желательно, чтобы ты поиски сводки начал, конечно. Ого, не слабый список покупок. Ладно, надеюсь, оно того стоит. Да, стоит. И стоить это будет всего-навсего артефактик. Хороший такой, третьего уровня. И то, по большой дружбе. А вот о артах речи не шло. А теперь идет. За такую вещь, что я собирать буду, можно и больше было заломить. Но я добрый. И потом, ну сам по-суди, кто кроме меня будет эту хрень собирать, а? Так что давай, не жальничай. Черт с тобой. Ладно, пойду. Смотри, не спейся до моего возвращения. Блин, я ему отдал ПДА случайно. А он за бутылку его заряжает. 100% забрали ПДА. Господи, ну кто эту систему придумал? Ну вот реально. Друг, ты в своем уме. Ну почему он забирает заряженный ПДА? Ну в чем логика? Это вот, ну, это настолько желание поднасрать? Или я не понимаю? Почему не сделать так, чтобы, ну, он забирал автоматически с индексом 2, вот на конце, с цифркой 2? Почему он забирает заряженный? Ну это же против логики. Хардкор-хардкор, но это просто нелогично. Типа, я такой, о, вот тебе заряженный ПДА, заряди его еще раз. Ну это же дичь. Ну вот только он его забрал за водку и типа сейчас будет заряжать. Говорит, приноси потом водку. Почему я, причем, отказаться не могу в этом диалоге? Короче, все понятно. Че-то Макс молчит. Мне казалось, что он давал квест какой-то. Может, время определенное надо? Этот все спит. Ну смотри, тогда я беру ящик тут, выхожу с базы, все, мне тут больше делать нечего. Иду мочу кровососов. По-моему, как раз-таки ящик Сидорича этот квест меня и приведет к тому, что меня будут бесплатно пропускать на базу. Пойду только в казарм и схожу, посмотрю, что тут все норм. А, тут кто-то раненый. Я слышал. Ты че, дед? Вау, весь в крови. Друг. Ох, мать. Чего стонешь? Аптечку тебе дать? Ммм, не, не поможет уже. Довали, что могли, сделали. Спасибо за забор, не бросили. Ты кто, друг? Может, ты друг. Сталкер я. Да что с тобой? Я бы тебе помог, но я же не доктор. Раз сталкер, значит, друг. Из наших. Мне бы к своим, к сталкерам. А буду я тут для всех. Не протяну долго. Я уж чую. Гад. Там вас даться по заслугам. Что я смогу сделать? Зона, брат, всех заберет в итоге. Серьезно? А, ну и как? Я не могу себе ничего сделать. Может, артефакт душа надо иметь или что? Ну, у меня как бы есть. Не знаю, что с этим умирающим сделать. Еще приползти сумел. Такой видок у него был, жуть просто. На чистой злости приполз нам. Помогли, как могли. Он же зону, как свои пять пальцев знал. По зверью работал. Залюбуешься. Влет, в глаз. Бах, и готово. Поэтому, если с ним идешь, живым будешь. А зато и не брал совсем ничего. В общем, хороший мужик, только блаженный немного. Но с зоной на ты был. В аномалию залетел, или что? Кто его знает? Может и так. Ну, похоже, не сам. Мы расспрашивали, но он не очень связанно говорить мог. Он и сейчас-то не очень. А сразу как отопорился немного. Только вообще непонятно, что бормотал. Я так понял. Грабанул его кто-то. Мразь какая-то. Все с него снял. А уж как там с ним порешил, не знаю. Может, тот его и бросил в аномалию, чтобы замести следы. Это мы теперь вряд ли узнаем. Недолго ему осталось, это уж ясно. А не выкинешь же, как собаку. Есть ему приносим. Но он не ест совсем. Пить только просит. Да и то, когда в сознании. Кто-то я смотрю, он про какого-то гада проворчал. Брезил, наверное. Разве теперь найдешь, кто это? А что? Попробуй найти. Доброе дело сделаешь. Попытка не пытка. Таких отморозков я бы голыми руками душил. Он же с него все снял. Может, ПДА еще не загнал. И тот все еще сигнал дает. Это ж недавно и было. Поспрашивай. Если он про него бредил, то вроде чернявый какой-то. Как я понял. С усами или с бородой. Как же его? А, Васян вроде. Рудой, что ли. Не, не так. Рябой, во. Кто-кто? Ты глухой, что ли? Чего ты уставился? Знакомый он твой? Я бы от таких знакомых подальше держался. Не знаю. В баре я слышал про какого-то Васяна. Только по другому поводу. Ты не знаешь? Рябой этот со стрелком не был связан? Ну, ты спросил. А если и связан? Так я того стрелка заодно быстрее бы этим порешил. Одна, видать, банда. Да не, не в этом дело. Спрошу в баре. Шанс, конечно, невелик, но есть. Спроси. Может, и знает кто. Типа, много всякой швали ошивается. Пригрелись под крылышками этих долгарей. Мля. Контейнер выше защищенности. Ну все. Тут мне делать больше нечего. Но мне нет пока, видишь, артефакта, чтобы сдать на хранение что-то. Поэтому еще придется долго с кем пользоваться. Денег, правда, что-то как-то совсем дома. Но у меня вроде еще аренда на пару суток. Просьбы и заметки. Огнемет. Вот защита от кровососа я так и не понял. Павло Зубр. Какой? Кто это вообще? Купите себе дыру патроны для свободы. Редкий артефакт на ящик патронов. Я вот не знаю, временный ли квест Шинкаря на кровососов в деревню. Но он как бы не совсем кровососов сказал, но наверняка с этим и будет связано. Там какое-то чучело, с которым можно поиграть. Но я не буду. Еще бы к наемникам заскочить, познакомиться. Пойду я. Ладно, двигай. Забирай, что сдал. Той к выдаче. Заходи, если что. Ты зайду, блин. К вам зайдешь. Но он сто патронов взял. То есть, если что, я могу еще зайти. Несколько раз. Ну, два. Теперь бы сохраниться где-нибудь прежде чем к сумасшедшему идти. Сохраниться можно у волка. Да ты чё? О, волка, ты чего здесь? Привет, меченый. Так, смотрю за делами тут уж ними. Мало ли. Толик, зараза, провалился куда-то с радиостанцией. Ты же знаешь, что только армейские ламповые могут в этих аномалиях нормально работать. Может, узнаешь про Толика? Я тебе за услугу могу гранаток под ствольнику подкинуть. А рожился тут. Или артефакт хороший подогнать. Ладно, поищу, бедолагу. Толика, значит, найти. Найти радиостанцию. Ладно, найдем. Вообще, хотел до сумасшедшего сбегать. Я бы не знаю, как будет лучше пройти к сумасшедшему. Но мне кажется, что все-таки вот так. Сейчас посмотрим. Радейки, правда, нахапаю. Нахапал. Но я не знаю, как здесь пройти без радиации. Мне кажется, это нереально. Что это было? Не успела полностью вывести радиация. Пройдет совершенно научно артишку использовать. Но он вроде стоит просто. То есть, к нему можно подойти и поболтать. Что это? Свободовская броня? А, ты кто? А почему вас на фотке двое? Сумасшедший. Причем один долговец, по-моему, который сзади стоит. Жрать тебе принес. Держи давай, некогда мне. Принес. Еда? Да? У тебя знак. Так это ты? Ну, знак и знак. Ты на него не смотри. Высшие люди. Там, за барьером. Ладно, ладно, не напрягайся. Понял я тебя, все нормально. Высшие люди, человеки зеленые на тарелке. Все там будем, в конце концов. Ты лучше хавчик прибери куда-нибудь. Нет, стой. Они ищут тебя. Я слышал через камень. Осколок камня. Не стреляй в них. Они ждут. Хотят поговорить только с тобой. Со мной не хотят. Я потерял камень. Слушай, мужик, я все понял. Ты не расстраивайся очень. Тебе вредно. За барьером нет никого. Ну, разве что зомбаки да монолитовцы. Наверное. Вот. Они и ждут тебя. Иди к ним. А я не могу уже. Меня не примут. А ты приходи. Приходи снова. Я тебе скажу. Скажу тайну. Уф, утомил ты меня. Ладно, я сейчас ухожу. Поговорю с ними. Ты только посиди спокойно. Пока я подальше не отойду. Не берись пока за пушку. Хорошо? Да, я тебя жду. Потом. У меня есть тайна. Все? Но я ушел. Что это было? Что у него за значок? Да все, все, успокойся. Все, больше нет никаких диалогов. Теперь надо каким-то макаром обратно. Так же радиацией нажраться. Обалдеть, два антирада. Потратил так еще и научную аптечку. На то, чтобы к нему пройти. Послушать бред и уйти. Может как-то вот с этой стороны за болот можно было пройти. Не знаю. С этим решили. Теперь нужно, наверное, идти в деревню. Там устраивать бойную с кровососами. Фу, я не знаю сейчас, что будет с этими кровами. Потому что они у меня всегда вызывают проблему. И еще же, ладно, если бы они там были. Так мы же с вами знаем, что кровососы, они появляются по скрипту. То есть ты должен подойти в дом, и он там появляется и выбегает оттуда. То есть далека ты уже там с мусинки их не поперестреляешь. Мы сейчас поговорим с этими ребятами, которые на входе сидят. Кусок бы мяса такой. Здоровый, что прям свертела. Скворчащий, срочный. Мужики, ничего себе у вас два костра. Угрюмый. А тебя, сталкер, как в это гиблое место занесло? Уносил лучше ноги, пока не поздно. Да я так, ищу кое-кого. Хотел бы осмотреться. А что здесь такого страшного? А, посмотреться. Ты первый раз тут, значит. Ну тогда другое дело. Мы тут человека одного поджидаем. Сигнал с деревни шел. Но в деревне этой хрен знает, что творится. Влад сказал, что кровов тут видел. Хотя, может и пошутил. Кровососы? Вы их видели? Эй, что за звук? Нет, Влад с Юросем почапали к водокачке. А мы вот сидим пока тут. Ждем. Да ты прогуляйся, не боись. Раз осмотреться хочешь. Тихо вроде все. Только полторы волны рассекают. И это. Если что найдешь интересное, нам сообщи потом. Добрый вы, как я посмотрю. Ладно, пойду. Жесть. Это какие-то необычные, что ли, кровососы, матерые? Ну, либо нет. Привет, брателло. Траву принес? А надо было? Ты мне поручал? Хорош хохмить. С собой. Как говорится, почем? Че ты дурака врубил? Ну не тормози, рваный. Давай, что есть. Да я давно уже так торможу. Видно, на грузовике, с которого я слез, тормозов не было. Не помню ничего после него. Говоришь, я рваный? Ты ширялся, что ли, чувак? Это уже не катит. Последняя фишка сезона. Травка с игропрома. Ну-ка. Э, так ты же не рваный. И чего я тебя за него принял? Я у тебя ничего не спрашивал. Ну и прохожу. Сам спросил, а теперь проходи. А, тут нельзя сохраниться? Во, возле этого можно. Зачем тут два костра-то, я не пойму. Че такой грустный? А, не, пол-литра я не буду. Ну что, ребят, сейчас начнем с конеселя. Значит, смотри, где-то тут мне нужно, во-первых, найти спас брома. Во-вторых, кейс по квесту Воронина. Причем этот кейс я могу знать и свободе. И там, и там я получу свои фишки. И также зачистить, собственно говоря, местность от кровов. Ну, не совсем от кровов. Он меня попросил что-то тоже найти. Шинкарь, да? Он сказал, защисти, посмотри. Какую-то инфу, ПДА, тайники. Еще бы куда-нибудь наверх залезть. Хотя, я думаю, даже крыша меня не спасет от кровососов. Ну и опять-таки, вот нож, я все с этим ножом не могу никак. Вопрос решить. Не буду же я резать щупало вот этим тухлым ножом. Вот тут первый укроп должен заспавниться. Ну или давай сначала сюда пойдем. Спас брома. Наверняка у него несколько точек спавна. Такие квесты обычно так и делают. О, обрезок трубы, в котором может что-то быть. Так, там иногда бегает кровосос. Не иногда он там и должен быть. Там должно быть два трупа свободного. Ну так в оригинале было, подожди. Может тут они живы? Я же не знаю. Ладно, отсюда ни черта не видно. Все-таки спавниться, гады, да? Только если я зарандомлю в голову. Алё, тут вообще кто-нибудь есть? Походу нет. Блин, мужики, свободу. Лучше мы с вами все вместе пошли да замочили деревню. Зачистили. Нифига. Мертвый монолитовец тухлый. Миллион лет уже тут лежит. Ну и как-то все. Тут пусто. Хотя должен быть кров. Может их подуменьшили? Все-таки тут кровососы. Это тебе не хухры-мухры. Это реальные опасные твари. Ой, там полторы. Два полтора. Но у меня шесть РГДшек. В принципе, они подрывают. Я думаю, если прям четко под полтором, наверное, с одной гранаты взорвет. Если куда-нибудь там, то ну с двух. Тут тоже никакого спасоброма нет, верно? Все верно. Может на крыше сюда куда-нибудь. Вот была бы какая-то пушка, которая полторов выносит. Мне кажется, какая-нибудь условно гаусс-пушка точно их должна выносить. Просто сидишь так наверху, бам. Но если гаусс-пушка у меня и появится, то неизвестно когда. Так, ну что? Вообще не вижу никаких покойников свободы, как и кровососов. Тьфу ты. А я-то думал. Мне бы тут сохраниться где-то. О, кейс. Да ладно. Я не знал, где он должен спамниться. Я вообще думал, в подвале. Ну, подбираем. Вот этот кейс я должен кому-то отдать. Но если это тот кейс. Либо свободе, либо долгу. О, тут и сталкер, оказывается, этот мертвый. Вася Тачила. Ага. Батарея сломанная. Калашик. Зигзавер. Баллончик. Артефакт. Еще одна бесполезная, но красивая штучка. Странный артефакт. Вроде нет никаких свойств при стимуляции. Придавать или нет, самому решать. Ага. Ну и пояс на один артефакт. А вот я не могу с него взять, да, ячейку и переставить себе? Не могу. Ставим булыжник. Но я уже почти перегружен, блин. Наверное, еще и тот контейнер весит дохрена и больше. Так как же я на радар не смогу пойти, ребят, такими темпами. ПДА. Найден у растерзанного сталкера в деревне возле базы свободовцев на бывших армейских складах. Возможно, содержит какую-то информацию, но на первый взгляд ничего особенного. Ха. Йооо. Сколько же у меня всего? 8 килограмм этот, блин, кейс весит. Я уже... Какой уже радар? Разумеется, никакой радар я не пойду. Сейчас. При сливочном заходе, может, когда вернусь. Тогда смотри, получается, кейс могу отнести долгарям. Ну, смотрите. От того, кому ты отдашь кейс, зависит, какой экзоскелет ты в итоге можешь получить. По-моему, за три капсулы. Либо экзоскелет долго, либо экзоскелет свободы. Кто-то скажет, нахрен тебе экзоскелет, если у тебя есть вообще, да? По сути, неограничен экзоскелет. Но тот получше, насколько я знаю. Долговский, свободовский получше обычного сталкерского. Вот. Во-первых, долговский лучше по защите от мутантов и пуль, вроде. Ну, пуль не уверен, мутантов точно. Свободовский лучше по защите от аномалий. Всегда все берут долговский, если честно. Вот я хотел, как бы, пойти в разрез. Я тоже там советовался с людьми. Может мне пойти в разрез, там, со всеми, и взять свободовский. Но, по сути, разницы никакой. То есть, разница реально в том, что ты либо свободовский, либо долговский в итоге получишь. Но защита от аномалий. Я обычно, если попадаю в аномалию жестко, я стараюсь перезагружаться сразу. А мутанты, я не после каждого укуса мутантов перезагружаюсь. Эстетически, мне больше нравятся свободовские. Вот. По красоте именно. По внешнему виду. Хотя, это сочетание черно-красных цветов мне тоже нравится. В общем, не знаю, ребят. Не знаю. Сложно, на самом деле. Может, я и не буду сейчас отдавать. Как раз серию закончу. Вот, перед тем, как отдать кейс. И предложу вам решить. Если прям реально нет никакой разницы, то... Ну... Зарандомил. Снимаем ус. Тухлый. Ну, либо я его тухло сниму, либо он пропадет вовсе. Сами понимаете. Идем сейвиться. Причем этот как будто чернее. Либо он просто в тени лежит. С баллончиками этим тоже непонятно, что делать. Кому его отдавать? Что, мы же попробуем полтора подорвать? А, он уже улетел куда-то. По-моему, чисто под ним прям подорвался. Грена. Вот это плохо полетело. Ты куда? Подорвал. Три гранаты потратил. Ну, я, конечно, тухло кидал. Да я вообще не обязательно было его подрывать, честно сказать. Но я решил. Тут теперь еще и второй летает. Видите, эти петарды, я, конечно, с ними смеялся. Но по факту они и такие тухлые, реально. Но на крайняк уж можно ими пользоваться. А, у меня есть лимонка, оказывается. Но лимонка это прям совсем на крайний случай. Она реально топовая для безвыходных ситуаций. Так, откуда это чучело вылезло-то? Так. Вот, это же спуск вниз. Кровосос. Ну, нет, это уже их два. Ох ты, блин. Я думаю, там стоит в подвальчик все-таки спуститься. Вау, вот так вот, да? Все не так уж просто. Эй, в смысле? Окей, я его вынес, я сразу бегу. Да, вот так после каждого кила я буду идти. Потому что, вы сами знаете, кровососы, это такие твари. Раз на раз ей приходится. Сейчас я его вроде замочил, а потом надо будет потратить кучу времени. Все, это чучело. Еще и пустое. Тут тоже, видишь, закрытая местность. Подожди, как это двинуться-то? Допустим. Или, наоборот, надо пододвинуться, чтобы подорвать. Ну, допустим. Ну, давай. О! Большое спасибо, Полтер, слушай. А, я сейчас обратно сам закрою. Вот это ты молодец. Просто, просто красавец. Но тут нихрена нет, кстати говоря. Но по факту, да. А что, у нас не будет квеста на РГ-6? Ну, тогда просто отгружусь. Чтобы антирад не тратить. Ну, блин, Полтер мне помог, конечно. Спасибо, дружище. Если ты смотришь это видео, Полтергейст, спасибо. Извини, что я тебя обижаю иногда. Просто, ну, мы же враги с тобой. Я сталкер, ты мутант. Но сейчас реально помог. Так, ну ладно. Там, значит, делать нечего. Вообще, мне эту местность надо полностью обыскать. Спас Брома. Это тоже супер радиоактивное место. Но кто знает, может, именно тут спасики положили. Да, чего-то нет. Блин, самое плохое, что может случиться, это то, что спас кто-то подобрал. Но тут никто не ходит. Вот в чем прикол. Поэтому я спокоен по этому поводу. Шанс, что спас подобрали, равен, не знаю, 10%. Кто сюда в здравом уме зайдет? А это могила Клыка, да? Смотри, Клык. Прямо так и написано. Клык. И вот непонятно, тот же самый это Клык или нет. Причем здесь 2018 же год написан, да? Да, есть 2018. Дата, год анонса, Сталкер 2. Так, разрушенная хата. Может, тут будет? О, рюкзак. Ну, он, скорее всего, да, такой тайниковый. Зафаршмачивал себе маску. Но тут ничего нет? Ну, е-мое. Ну, почему же ты? Кого? Ты откуда взялась чучела? Глубже. Вот с этими потом надо разобраться. Кровососами. Тут еще где-то 4 дура осталось. Ну, ничего, нормально. Ой, давай разойдемся. Так, вот это хата. Вроде мною не обыскано. Она прямо в плачевном состоянии, уже все полы гнилые. Но тут ничего абсолютно. Так, ну вот эти развальные я обыскивал, теперь вот эти. Серьезно, что ли? Понятно. Модифицированный спас, пожалуйста. Модифицированный спас. Кули стреляет только. Трубчатый подствольный магазин на 8 патронов. Режим огня одиночный. Красота. Я, может быть, с ними сам побегу, но не буду. Отодим брому мне какой-нибудь там либо рецепт, либо что-то подсунет. Ой, тут еще и зомби оказывается. А, так я уже, смотри, на перегрузе вообще ужас. Да, может мне выкинуть эту сетку? Куда я ее делу тут? На один артефакт. 2 килограмма дуру весит. А, не, вот он. Один. В любом случае, остальных тоже надо кокнуть, правильно? Кровососов. Сохраняемся. Ящика тут, к сожалению, нет. Куда бы я мог спрятать добро на время, вот пока я тут буду штурмовать. Так что... Ну, там я, значит, был, и они забегали в тот дом. То есть, они просто сидели в хате, я бы ее в окно снял. Ну, что бы ты так не сделал, как раз-таки. Они спамятся по скрипту. Ни одной живой души не видно. Может, мне постараться как-нибудь башню быстро забежать? Кто-то появился. Ну, вот как быть? Хм. А их не видно, они внутрь там где-то сидят. Ой, что-то был за звук. Или в аномалию кто-то попал из них. А! Тут все уже. Да, обошел, зараза. Все, да, все, да, все, да. Вот так вот, дохлюкался поросенок. Сидит. Все, сохраняемся. Никаких свободовцев тут нет, хотя вроде двоих послали к башне. Скорее всего, наверху. Что у нас тут? Да ничего. На самом верхнем уровне поднялся. Да ладно, и тут ничего. А где же мне свободовцев-то искать? Вроде речь шла про водонапорную башню. Ладно, у нас никого нет, спускаемся. Ну, так-то где они могут быть? Там, что ли, на крыше прям? Главное, кровик. Главное, что кровика вынесли. Но был еще один точно, вот как минимум. И никого. Ай, блин, прибежал все-таки детина. Ай, не попал. О, попал. Все, 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 живу. Мне кажется, это последний. Это была последняя хата, которую я обыскал. Тогда, когда мне тут два зажали, скорее всего, с башни один прибежал как раз. А так все хаты обысканы. Куда они этих, где ли, свободовцев, в печке, что ли, зажарили? Тут такой стул-то, типа, кровослый сидел ждал, пока выскочит такой намек или что? Тут вообще ничего нет. Ну, единственное, что в том доме я не спускался в подвал. Может, там свободовцы. А так вот этот дом, вот этот дом. Нуля я тут не был, подожди. Да не, был я тут. То есть я был везде. Ладно, я не буду сохраняться, рискну. И вот пойду эту хату сразу обыщу. Надеюсь, что новое не появится. Вещь тут уже закрыта. Ладно, пойдем вниз спустимся. Или, думаю, если не стоит. Ну, тут ничего не видно, кроме подствольного какого-то гранатомета. И все. Вот это мне надо. Ну, йо, что начинается? Гранатомет. Да, йо, отстаньте, пожалуйста. Тут же точно больше ничего нет. Да. На меня полтергейст обиделся. А. Вырваться как кровосос я не могу. Пойдем. Какой-то гранатомет поднял. Ну, это подствольный получается, верно? А. Подожди, а почему он выглядит вообще иначе? Он выглядит вот так? Ой, там сзади меня кто-то. А подбираешь, он совсем другой. А в чем прикол? Ну, по сути, у меня есть такой гранатомет. Кайф. Но он разряженный еще, к сожалению. Ну, в чем с ним делать? Это вместо РГ-6 получается. Видишь, он тут лежит. Надевать мне его некуда, плюс он сломан сильно. То есть его починить сколько будет стоить, я боюсь представить. А у меня, тем более, есть. Если бы он еще натовскими стрелял, да, был там изменен какой-то. Но не, в оригинале натовскими, который стрелял, лежал у свободы на сладе. 1-4, 1-4, сейф. Ну, вы шутники, ничего страшного. Еле ноги унес. Кровососа же там. Ого, ну даешь. Ну, мужик, с тебя причитается, раз жив остался. И, кстати, ничего там не находил интересного? Может, трупик какой занятный? Снова шуткуете? Спасибо. Ничего я не находил. Так, подожди. Наши, ну ты дал жару. Ты знаешь что? Как там наши, видел их? Ага, видел. То, что от них осталось. Да уж. А жилетного чемоданчика не было случаем? Мало ли. Если вдруг попадется, ты это, к шинкарю нашему забеги. Он бы больно убивался о потере. К шинкарю? Ну да, конечно. Ну и все. Короче, смотрите. Вот на этом я заканчиваю серию. И выбираем, кому отдаем кейс. И только не потому, что я люблю свободу по этому свободе. Или я люблю долг по этому долг. А вот фактически. Особенно я хотел бы получить комментарии от ветеранов и НЛС или от тех, кто имеет опыт. Ну, конечно, все склонятся к долговской, где я это понимаю. Но может кто-то скажет, что да нет, ты не прав. На самом деле свободовская лучше. Вот поэтому и поэтому. Жду ваших комментариев. Спасибо. Также комментарии по поводу того, куда девать вот этот пузырек. Ну и ПДА сдавать. Ну, скорее всего, кейс получается Воронину. А ПДА и баллончик шинкарю, что ли? Ну, давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok